Три раза Россия принимала у себя чемпионат Европы по мотоболу в 1992, 1998 и в 2006 годах. Каждый раз турниры проходили в подмосковном городе Видное, ведь именно здесь базируется самый титулованный мотобольный клуб «Металлург». В последнее время на базе этой команды формируется сборная Российской Федерации. Заявлялся для проведения турнира в городе Харец Краснодарского края. Это было в 2014 году. Тогда европейские государства бакотировали чемпионат, и он не состоялся. А вот заявка на проведение соревнований в 2018 поступила сразу от двух регионов России – из Ставропольского края и из Владимирской области. Впервые европейская столица мотобола поменяла географию. Из Подмосковья переместилась ковров. Сюда за звание чемпионов приехали бороться шесть сборных – Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Белоруссии и России. Всех гостеприимно встретили, разместили и пригласили на торжественную церемонию открытия. ПЕСНЯ 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 В первый турнирный день было запланировано две встречи. Днем белорусские спортсмены успешно обыграли немецких мотоболистов. Конечно, ведь сегодня Белоруссия, в общем-то, я считаю, сенсационная победа на сборной Германии 4-2. То есть белорусы, видимо, вмешаются в борьбу, ну, может, не за золото, а за серебро могут вполне. Немцы, я думаю, они только вчера прилетели, может, не адаптировались, сразу вышли на игру. Я думаю, немцы должны разыграться, они еще последнего слова не сказали. После церемонии открытия к выходу на поле готовились команды России и Франции. Чемпион и вице-чемпион прошлого года. Российская команда прибыла в Ковров чуть раньше. Две недели проходили сборы, на которых окончательно определились фамилии спортсменов национальной сборной. Итак, состав сборной 2018 года. В поле еще игроки видновского металлурга. Номер 2 Антон Гусев, номер 7 Анатолий Касьянов, номер 9 Иван Крештопа. Номер 4 Геннадий Мыц, в этом сезоне он играет за немецкий клуб. Номер 8 Роман Дицина, уже несколько сезонов играет во французском клубе «Сума», город Труа. А также два представителя Ипатовского колоса. Сергей Крошка, номер 5, и шестой номер Николай Облаб. Главный тренер Валерий Нефантьев, старший тренер Андрей Павлов. Механики команды Анатолий Пушкарев и Александр Горолевский. Надеялся, готовился, бегал. Хотя была маленькая травма на Кубке России получила. У нас получилось, что у нас перерыв между Кубком России и сборами. Два дня было. Сильно ранее не завершили. Мы в финале Кубка России играли, получили с травмой у нас были, полкоманды. Тяжело было играть. Через травму боролся, не показывал. Стремился, чтобы попасть в сборную. Руководство посмотрело, считало, нужно мне взять. Я благодарен им. Надеюсь оправдать их надежды. Последние приготовления перед матчем. Механики проверяют технику. Спортсмены разминаются и пытаются укоротить волнение. Все-таки первая игра. Полный стадион болельщиков, да и соперник серьезный. Тренер еще раз дает необходимые установки. Что касается тонкости розыгрыша. Здесь у нас разыгрывают угловой. Девятый, второй. Мова везде на прикрытии. С этой сеткой Серега не знает как. Сразу. Раз ударишь. Серега, твое дело наедет. Они могут здесь, если видят, ты не поехал. Они здесь паузу сделают. Еще интереснее сделать. Назад, вперед. На поле отправляется стартовый состав. Алексей Семенов, Антон Гусев, Владимир Сосницкий, Сергей Крошко и Иван Крештопа. Именно он спустя пять минут после стартового свиска открывает счет встречи. Конечно, поддержка болельщиков сумасшедшая. Я изначально подумал, что мы на каком-то футбольном стадионе играем. Столько народа, столько людей тебя гонит вперед для того, чтобы победить, забить гол, принести пользу команде. Очень приятно. Однако дальнейшее время периода результативным не стало. Команды отправились на перерыв, перевести дух и обсудить игровые моменты. Уедь дальше на круг, чтобы мы успели развернуться и прикрыть. А ты подворачивайся, мы становимся тебе лицом, получается, не успеваем. У вас что-то быстрее хочется, чтобы они на свои места не успевали становиться. Во втором периоде поворотом соперника пробил Крошка, но судьи его гол не засчитали, показав на нарушение нашего вратаря и его застук за вратарскую линию. Но Алексей, если и нарушил, то свой фолл отработал, отбив штрафной удар французов. А вот заработанный штрафной в обратную сторону мастерски исполнил капитан-россиян Владимир Соснецкий. Так закончился второй период. Чувствую, и я, и ребята себя нормально. Просто желаю чуть-чуть сыграть больше командной игрой, много индивидуальной игры пока. Вот, как на мое мнение. Сейчас просто много чего не получалось, потому что непривычно еще с новым составом играть. Мы просто играем один раз в год вместе. Я думаю, сейчас прикатаемся, друг друга будем лучше понимать, все будет лучше. В третьей 15-ти минутке инициатива игры принадлежала российским мотоболистам. Они много атаковали, но мяч ворот не достигал. Тренеры заменили Сергея Крошку на Романа Дицину. Он больше всех остальных знаком со стилем игры соперников, так как уже не первый год играет в национальном чемпионате Франции. Но этот период запомнился не игрой на поле, а закулисными интригами. Странным поведением отметился тренер французской сборной Жерар Майер. Он вдруг в середине матча решил обратить внимание судейской коллегии на игровой номер вратаря Алексея Семенова. Леша всю свою спортивную мотобольную карьеру играет под номером 16, в том числе и на чемпионатах Европы. Только вот в этом году Европейская Федерация потребовала исполнить новые правила. Все номера должны идти четко от 1 до 10 и никак иначе. Есть пословиство «Утопающий хватается за Соломинку». При счете 2-0 остается 10 минут до конца игры и тренер французский пошел Жераль Майер. Мы будем писать процесс, потому что у нас, видите ли, Алексей Семенов играет под 16 номером. Ну и что? Я вот даже сейчас думаю, я не сдержался, если честно. Подошел к нему, он немножко русский понимает, Жераль, понимает. Я говорю, Жераль, я тебе, он мне ухо поставил, я говорю, я тебе был лучшего мнения, не знаю, понял, он мне лет, а сейчас, говорю, ты редиска. Справедливости ради надо отметить, что в рядах французов был спортсмен с номером 11 на мотоцикле и на шлеме. Да и правила с номерами носили какой-то временный характер. В этом году их придумали, а в следующем решили отменить. Вряд ли французы могли аннулировать счет с помощью этой жалобы. Поэтому затеваться с этими дрязгами было абсолютно бессмысленно. Надо было просто хорошо играть. Конечно, играть. Это мужской нормальный, боевой, хороший матч. Интересный, для зрителей интересный, для мотовол, для развития интересный. А вот такие, копать, честно, неприятно даже говорить на эту тему. Кстати, хорошо отыграл в этом матче французский вратарь. Его выпустили на замену, и он неплохо помог команде. Они заменили вратаря в четвертом периоде. Он очень здорово отстоял. Я думаю, три безнадежных он точно вытащил от Крештопа в ближний угол. В том году он был первый вратарь. В этом году просто он вышел на замену, поймал свою игру. Ну, ничего страшного. В дальнейшем посмотрим, что будет дальше. Дальше еще будут игры кругового этапа. А первый матч россияне выиграли со счетом 2-0. В футболе 1-0 и 0-0 это считается достойно. А 2-0 с Францией, с прошлогодним вице-чемпионом Европы, я думаю, это нормальный, достойный счет. Так, в принципе, нормально. Начало открыли. Праздник сделали нашим болельщикам. Спасибо им. Я думаю, что завтра, послезавтра будет еще больше. Сегодня стартовый матч сборной России и столько такая публика и грамотная, болеющая, ну, естественно, за Россию. Потому что город-то Ковров российский, поэтому, естественно, основная масса болеет. Да, я думаю, не основная, а 99,9 болела за Россию. И при такой, конечно, поддержке, при таком скоплении зрителей, именно грамотной, нормальной поддержке, ребятам очень приятно было играть. Но поддержка чувствовалась не только с трибун. Второй год подряд все матчи турнира можно смотреть в прямом эфире. Такую возможность предоставляет команда сайта PromoTable.ru. А видновчане ею охотно пользуются. Все, кто не смог приехать в Ковров, болели через экран. Хочу передать городу, видно, и большой привет. Поддержите нас, любим мы вас. На второй день турнира был намечен ответственный матч с Германией. Тренеры решили ввести небольшие изменения в стартовый состав и предложили нового спортсмена в четверку полевых игроков. Леха начинает ворота, Семенов, который. Здесь Сосницкий, Крюштопа, Дицина и Крошка. Крошка пятый. Я на самом деле? Да. Значит, этих всех меняет первый Антон, здесь он глава защитника. Понятно, да? Да, конечно, когда меня поставили в стартовый состав, я не ожидал. Ну, интересно с ребятами играть, конечно. Они очень, очень сильный состав. Чтобы в этот состав попасть, надо очень много работать. Немецкие спортсмены – сильные соперники. За последние пять лет они дважды забирали у россиян титул чемпионов Европы. У себя на домашнем поле таких сюрпризов допускать нельзя. Поэтому на игру настрой особенный. И как результат, на первой минуте встречи – гол от капитана. Счет открыт. Россияне лидируют и проводят атаку за атакой. Однако успехом увенчалась лишь еще одна. Своей фирменной левой забивает Иван Крештопа. Команды уходят на перерыв. Российские спортсмены в лучшем настроении. Потому что пока у них преимущество в два мяча. Они же думали, что я сильно буду бить. Я вот так по диагонали, чтобы они не поняли, что я буду. Во втором периоде немецкая сборная изменилась. Уже они навязывали свою игру, атаковали и создавали опасные моменты. У ворот Алексея Семенова. Наш вратарь несколько атак достойно отразил. Но мяч, отправленный в девятку, капитанам сборной Германии вытащить не смог. Гол придал соперникам дополнительные силы. Игра окончательно поменяла рисунок. Атаки российских мотоболистов стали рассыпаться. И на перерыв они уходили еще лидерами, но уже с другим настроением. Шесть надо, чтобы не забиваем. Что-то мы создаем, а не можем зайти. Сколько моментов, ребята? Грязовать их надо. Третий период не ослабил немецкий натиск. Но в своем желании отыграться они часто нарушали правила. Не единожды, сбивая наших спортсменов, чаще всего доставалось Крештопе. Но в очередной раз, когда Ивана атаковали, судья все-таки увидел нарушение и даже поставил пенальти. 11-метровый четко пробил Владимир Сосницкий. Ответного удара не пришлось ждать слишком долго. Опять отличился капитан сборной Германии Беньемин Вальц. Дали ему возможность сходу заехать и пробить. Потом на какое-то время игра перешла на немецкую половину поля. Но соперники выходили в быстрые и острые атаки, которые удавалось парировать Алексею Семенову. В завершении этой 15-ти минутки немецкий игрок получил желтую карточку и, соответственно, удаление на 5 минут. Россияне воспользовались игрой в большинстве. Из паса Сергея Крошки поворотом пробил Иван Крештопа. Разрыв два мяча и команды снова отправились на перерыв. Немцы как-то оживились. Такое впечатление, что что-то с ними произошло такое. Вот перенастроились. Потому что все, что они выиграли, это не входит в законы мотобола. Это такой натиск, такая необычная хваткость. И все ситуации однозначные были, одинаковые. То есть перехват мяча в центре поля, ускорение, и причем пробитие поворотом с очень сильного ускорения. Это не каждый мотоболист может. Четвертый период стал самым драматичным. Но обо всем по порядку. Начался он с еще одного забитого Ивана Мича. Счет 5-2. Вместо того, чтобы обрести уверенность, играть спокойно и рассудительно, мотоболисты сборной России допускали ошибки. Фалили в необоснованных ситуациях. И при удалении Романа Дицины немцы смогли уменьшить разрыв в счете. К сожалению, у нас были необязательные удаления. В тех ситуациях, когда команде ничего не угрожало, получали зеленые карточки. Все обстоятельства в этот день были не в нашу пользу. Я не очень люблю играть при искусственном освещении еще со времен моих футбольных годов. Оно меня немножко дезориентирует. То есть пока светло, я себя чувствую комфортно. Но как только включают лампочки, у меня начинает немножко теряться какая-то пространственная ориентация. Если честно, я в этом плане максималист. И считаю, что хороший вратарь, а если ты играешь в бурне России, это значит хороший вратарь. Он должен, прежде всего, спасать команду, делать какие-то чудеса. То есть не просто отбивать какие-то мячи с дежурной, а надо именно тащить, спасать, делать какое-то чудо. Сегодня, к сожалению, как я считаю, мне чудеса не совсем удавались. И, честно говоря, я своей игрой сегодня недоволен совершенно абсолютно. Очень критически отношусь сегодня к себе. Зато сегодня отлично себя чувствовал капитан соперников. Он закатил нам еще два мяча. Счет сравнялся и виной этому, в том числе и наши промахи в обороне. В третьем-четвертом периоде мы начали проваливать центр поля. Немцы очень быстро переходили на больших скоростях. А наши ребята, кто должен был именно отрезать пасы, там с левой ноги в основном, не успевали на эти пасы. И с этих моментов в основном все опасности, все голы, они и пришли, можно сказать. У нас произошла сегодня небольшая ротация в составе. И получилось так, что все пять голов мы пропустили с того места, которого игрока поменяли. Вот, может быть, он еще молодой. Ну, два гола нам забили, я думаю, это из-за меня, потому что я не отрезал пас. Меня приблокировали чуть-чуть. Четыре минуты для того, чтобы отыграться. Задача трудная, но выполнимая. Ответственность за ее осуществление, как и положено, возложил на себя капитан российской сборной Владимир Сосницкий, реализовав со стандарта штрафной удар. Мы пропустили пять, но забили шесть при этом. Главное, что выиграли. Ну, я надеюсь, это мой единственный, так скажем, полупровальный матч на этом Евро. И этот матч прошел, и его больше не случится в этом чемпионате Европы. Все будет хорошо, будем готовиться дальше. Вроде исправились, все будет хорошо. Просто чуть-чуть подустали, надо набираться сил, еще весь чемпионат впереди. Мы сыграли только две игры, это отборочный, самое главное будет все впереди, полуфинал и даст Бог финал. И вот этот счет, когда был 5-5, там за две или за три минуты до конца, и нам очень хорошие подсказки дала эта игра, и мы на ней будем основываться и готовиться к финалу, к полуфиналу на основе этой игры. Немцы есть немцы. Это же чемпионы Европы в прошлом, неоднократные, сильные ребята. Просто они вчера были не такие. Но мы-то сильнее? Кто бы сомневался. Конечно, мы сильнее. Россия вперед. В третий день чемпионата Европы российская сборная встречалась на поле с голландскими спортсменами. Если раньше они считались самой слабой командой континента, то в последнее время уровень мастерства мотоболистов Нидерландов значительно вырос. Они сейчас такие крепкие, середнячки. Результат об этом говорит вот в Франции 3-2. Это очень достойный результат. Но против России пока слабоваты. А так молодцы добавляют. Но это опять же все связано, я думаю, с тем, что они участвуют в чемпионате Германии. Все молодые. Они там тоже не на последнем месте. Поэтому с каждым годом уровень растет не только стадионов наших, но и команд. Начинают игру как обычно спортсмены из первого состава. И опять тренеры его немного видоизменяют. Вновь в основе появляется Антон Гусев. Прошел предсезонную подготовку. Сбросил немножко веса. Понабрал форму физическую. Ну, я полностью готов. Тренерский состав сейчас определяется составом, с основным. Как бы подбирают четверку. Ну, посмотрим в дальнейшем. Ну, в принципе, могу сказать себя, что я готов к бою. Свою готовность Антон подтверждает и первым голом ворота соперника, забитого с паса Ивана Крештопа. Гол первый забил с паса Ивана Крештопа. Иван дал отличный пас. Там грех было не забить. Пустые ворота считай. Пас – это, считай, полгола. Пас ко второму голу опять же дал Иван, а мяч записал на свой счет представитель Ставропольского мотобола Сергей Крошко. Удивительно. Но в играх с Францией и Германией Сереже не удалось забить ни одного мяча. Да, что-то две игры вообще не идет. Не могу забить. Ну, наверное, потому что поле скользкое. Немного еще не реабилитировались к полю. Ну, я думаю, что сегодня продавил и все пойдет. Сергей уже несколько лет является одним из самых полезных игроков европейского турнира и составляет основу российской сборной. Мы уже не первый год играем этим составом и как бы уже знаем друг друга. Уже пас даешь, знаешь, что игрок накатывается, в любом случае он будет там. Каждый свое место знает. На самом деле состав сыгранной ребята показывают комбинационную игру, не жадничают на пасы, поэтому и забивать получается у всех. Следующим командную игру продемонстрировал Иван Крештопа, забивший перед окончанием периода третий гол. Давайте будем думать дальше. 3-0. Значит, у нас здесь оклад, здесь Касьяна. Касьяна, я поняла. Коля, ты первый возвращаешься. В следующем периоде на поле решили отправить второй состав. Ребята давно ждали возможности показать себя. Хочется поиграть, конечно, хочется. Но это уже установка тренеров. От них зависит, кто будет играть в каждой игре. Да, конечно, хочется всегда помочь своей команде. Хочется выехать с основным составом, чтобы помочь. Ну, с первым составом. Помочь им, чтобы, ну, хоть как-то. А, конечно, так сидишь, переживаешь. Ну, кто в теме, тот знает, что сидеть и смотреть, ждать – это хуже несколько раз, чем играть на поле. Ну, в смысле, эмоционально переживать. Поэтому дождались своего часа, так можно сказать. Спасибо команде, что доверили нам сыграть. Голландцам было чуть легче сопротивляться второму составу российской сборной. За весь период наши лишь единожды результативно пробили поворотом. Автором гола стал Роман Дицина. Третий период не сильно отличался от предыдущего. Также забили один гол. Но сделал это Анатолий Касьянов. Это мой второй вообще чемпионат Европы. В том году я тоже забивал. Но в этом году первый раз забил. Очень было приятно, что помог команде своей в какой-то мере. По одному забитому мячу за период, пока спортсмены, заменившие основу, выглядят не очень уверенно. С замены всегда тяжело выходить, потому что ребята разгоряченные в игре. Поймали кураж. Когда ты выходишь с замены, ты холодный, выезжаешь на поле, непонятно, что творится. Тяжело, конечно, с замены выезжать. Они практически не играли две игры. Ни с Францией, ни с Германией. Поэтому, конечно, они выходили, пока к поляне прикатались, почувствовали уверенность в себе. Так должно было случиться, конечно. Это всегда так. Не сразу, когда ты не играешь, выезжаешь сразу. Конечно, тяжело сразу. Но они адаптировались, в принципе, все равно быстро. В четвертом периоде в воротах соперника отметился Геннадий Мыц. Не хотелось больше забить, а хотелось сыграть красиво, комбинационно. Поэтому из-за этого не все получалось. Но я думаю, по-моему, все забили по голу, а некоторые по два. Поэтому отлично. Два мяча в этом периоде, а до этого еще один, удалось забить Роману Дицыни. Не сумел подобраться к воротам соперника лишь дебютант соревнований Николай Облап. Ну, Облап забьет еще. У него сейчас все впереди, молодой парень. Лишь один гол пропустил молодой вратарь сборной Алексей Молодушка. Закончился матч со счетом 8-1. Каждому вратарю надо попробовать, ну, как без игры, сидеть в запасе, выйти и потом показывать игру. Это очень сложно. А так далее тренерский штаб дал нашему голкиперу попробовать игру. Справился. Будем надеяться, что и впредь будет стоять на ноль. Программа минимум практически выполнена. К матчу России-Беларусь тренерский состав окончательно определяется со стартовой четверкой. На поле от российской сборной игроки под номерами 2, 3, 5 и 9. Игра достаточно спокойная, соперники присматриваются друг к другу и лишних эмоций никто себе не позволяет. Есть небольшие нарушения с двух сторон, на которые арбитры обращают внимание, время от времени выставляя мяч для пробития штрафных ударов. Одним из таких моментов успешно воспользовался Иван Крештопа, забив 16-метровый. Во втором периоде тренеры постепенно стали водить в игру спортсменов со скамейки запасных. Так Сергей Крушку заменил Роман Дицына. Еще произошла замена в воротах. Место Алексея Семенова занял другой Алексей. Я в том году вроде старался, старался, но в финале, конечно, я допустил ошибки, когда вышел. Тяжело было войти в игру, честно, это финал. Такой первый раз, эмоции переполняют, переживаешь, конечно же, пропустил не один гол, а четыре. Но в этом году я просто, наверное, психологически себя хочу лучше подготовить, чтобы в каждой игре только помогать ребятам, чтобы на меня могли понадеяться, выручать их. Но я буду стараться с каждой игрой только прибавлять и прибавлять. Опять продолжилась традиция обмена штрафными ударами. Но пробить стандарты не получалось. Зато забились с игры Антон Гусев и Владимир Сосницкий. Серию забитых мячей продолжили наши соперники. Первый гол в створке российской команды закатил капитан белорусов Николай Бойко. В завершении периода зрители увидели еще один результативный удар от Романа Дицины, после которого команды ушли на перерыв. Во второй половине матча на поле уже в большей части был представлен второй состав сборной. Среди них и дебютант чемпионата, представитель Ипатовского колоса Николай Аблап. На Европе чуть класс повыше команд, почти все команды равные. Есть, конечно, чуть послабее команда, но в российском чемпионате мало сильных команд. У нас в российском чемпионате только три команды сильных, а тут 4-5. И уровень чуть другой, судейство другое. Чуть посложнее втягиваться, но втянуться можно играть. Переживаешь больше, что переживал только за клуб, за определенный участок, маленький как бы, маленькая родина. А это большая родина, Россия, это не больше переживаешь. Волновался первый, когда выезжал, сильно волновался, переживал. Пока касания не сделал, вроде в руку вошел уже и не думаешь, что кто перед тобой русский, не русский, уже играешь. Николай уже выезжал на поле в других играх турнира. Но забить свой первый гол в европейском первенстве ему удалось только сегодня. Как-то даже не понял. Старался, хотел забить, получилось. Спас дали и забил. Команда сыграла на меня, получилось. Сущения даже не знаю, как передать, что даже не понял. В этом матче по два мяча забили Роман Дицына и Анатолий Колесников. А после того, как Толе получил небольшую травму, на замену выехал наш капитан Владимир Сосницкий. Он и забил последний гол. Еще один день чемпионата завершился победой российской сборной. Ну да, все удается. С каждой игрой мы оттачиваем, оттачиваем. И команда выглядит все лучше и лучше. Вот этим я доволен, что прогресс идет. С каждым соперником играется трудновато. Они как бы, ну первые два тайма они более сильнее боролись как-то. А потом почему-то сдали позиции. И так получилось, что такой счет получился 9-1. Я даже не могу никого выделить. Они все просто красавцы, молодцы. Мне просто нравятся все. Нежадные, что-то новое прям придумывают, мне подсказывают своей игрой. Просто не могу выделить никого. Все молодцы. Ребята из второго состава сегодня отработали на отлично. Они не только забивали, но и грамотно держали оборону. Меня моя защита устраивает, меня мое нападение устраивает. Мы стремимся показать игру как основа, разнообразную, в пас, что-то придумать, чтобы и зрителям понравилось, чтобы мы ничуть не уступали основе. Не все получается, но мы будем стремиться, стараться. Остался еще один соперник в отборочных играх. И это команда Литвы. У нас завтра легкая игра, и наверняка будет играть второй состав у нас. А ребята будут готовиться уже к полуфинальной игре, чтобы ноги были легкие, быстрые. Мы их завтра дадим возможность отдохнуть. Завершающий день отборочных игр и встречи с еще одним соперником с командой из Литвы. От российской сборной на поле спортсмена под номерами 2, 4, 6 и 7. Рассказывать подробно про периоды нет смысла. Уже в первой половине матча россияне забивают 8 мячей ворота соперника. По три Касьянов и Гусев, по одному Мыц и Облаб. Алексей Семенов отстоявшие два периода в этой встрече не пропускает ни одного мяча. Я сам попросил Андрея Васильевича Павлова. Он планировал меня также выпустить на один период, но просто по самочувствию чувствую, что надо чуть в тонус прийти получше. Поэтому попросил, чтобы меня оставили на два периода. Тем более знал, что выйдут ребята из второй четверки. Предполагал, что, наверное, будут какие-то моменты, которые позволят мне опять же прийти в такое нормальное тонусное игровое состояние. Ну и в принципе, да, получилось нормально пропотеть, поддержать себя в хорошем состоянии перед завтрашним полуфиналом. К слову о полуфиналах. Уже несколько лет введен регламент, по которому в финалу предшествуют игры команд, занявших первое и четвертые места, а также второе и третье. Ежегодно с первого места в полуфинал выходят сборные России. А вот соперники наши меняются. Попасть на российских спортсменов никто не хочет. Тяжело тягаться с лидерами. Наши мотоболисты сами себе соперника не выбирают. Играют только на победу. Но внимательно следят за турнирной таблицей и высказывают свои пожелания. Мне с французами сложнее играть, чем с немцами. Мне кажется, что французы в обороне немножко пожёстче играют. С немцами более... Они скоростные, но они в обороне не так играют. Не так жёстко. А французы пожёстче играют в обороне. Ну да, у нас есть... Был раньше горький опыт. Мы там как-то кому-то договаривались, не договаривались. И больше такое не делаем. Мы всё время играем на всю. И даже когда я ребятам говорю, ну там тише, там, ну не нужен такой счёт. Их невозможно остановить, потому что они много тренируются. И тренированы только играть всегда на всю и забивать голы. Потихонечку они не могут. Но это хорошо, это радует. Я, честно, не знаю. Все тут сильные, я не знаю. С кем встретимся, с тех и будем. С теми и будем играть. Честно сказать? Да. Да нам пофиг, с кем играть в финале. Пускай они нас боятся. Вот так. Ну а так немцы, французы, они так... Я думаю, плюс-минус одинаковый соперник. Мы будем играть всегда на победу, а там всё равно, кто будет соперником. Я считаю, достойный ответ ребята сказали. Если лучше, лучше просто не скажешь. Играть надо действительно на победу. И выбирать себе соперника – это не наш вариант. Надо выиграть на победу. Классно было сказано. Наконец, места в турнирной таблице распределены. И каждый теперь знает, с кем ему предстоит сразиться в полуфинале. В принципе, никто не хотел занять четвёртое место, чтобы попасть под Россию. Поэтому они краили, краили, краили. В конечном итоге сыграли в ничью. А ничья – это на стороне Франции. К сожалению, может, к счастью, получается, у сборной России всё равно трудных, лёгких путей не бывает, видимо. Бороться при хвосте до конца и со всеми. То есть сейчас сложилась такая ситуация, что Россия первое место заняла, она встречается с четвёртой. Четвёртое место заняла Германия, второе – Франция, третье – Белоруссия. В прошлом году мы тоже вышли в полуфинальную Германию. Тоже с этого постались, но вроде всё прошло успешно. Отборочный этап прошёл. Думали, что в принципе должны были играть с Белоруссией, с которой мы прошли. Выиграли у него 9-1. И, в общем-то, лёгкий соперник. Но, к сожалению, турнир нам и так показалось, что опять нам даёт в полуфинале довольно серьёзный орешек – это Германию. По той игре, которая была в группе, считаю, что мы сами создали себе проблемы. Просто мы исключим сами свои ошибки. Сделаем выводы из того, что мы совершили нехорошую в прошлой игре, то я не думаю, что должны возникнуть какие-то проблемы очень серьёзные. Хотя, опять же, немцы будут биться, естественно. Это дисциплинированная команда, мастеровитая команда. Их, естественно, стоит опасаться, безусловно, всегда и везде. Но вернёмся к игре с литовцами. В третьем периоде ворота встал Алексей Молодышко. Остальные игроки продолжили игру без замен. Некоторые спортсмены основой оставались на скамейках запасных в течение всей встречи. Не надо разминаться. Сейчас Литва даже в ослабленном составе играет. Мне лучше, когда против сильных играть. Как не тратить силы вот на... Пускай второй состав наслаждается игрой. Я думаю, что будет 14-1. Молодцы, ребята. То есть один ты всё-таки прогнозируешь? Всегда один. Капитан сборной России оказался очень проницательным и практически угадал окончательный счёт встречи. Ошибся лишь на один мяч. Но тот обещанный. В наши ворота всё же случился. Итог 13-1. Не самая сильная сборная на этом чемпионате. Но ребята молодцы. У них стоял 15-летний вратарь. Да, показал отличную игру. У него всё впереди. У нас была это как тренировка. Мы отрабатывали все домашние заготовки, распасовки. Ну, на табло счёт. Четыре гола сильно забил. Достаточно? Да. Ну, в принципе, мне хватает. Но можно, конечно, было больше. Но немножко не получалось. Как бы не всё всегда получается. И всего лишь только четыре забил. Чуть-чуть подустал. Но можно ещё сыграть одну игру. Полуфинальную. Полуфинальную, да. Есть желание очень большое. Будем завтра встречаться с прошлогодним полуфиналистом со сборной Германии. Я думаю, что игра будет неспростых. Сделали все выводы, все ошибки. Будем не справляться. В принципе, может, даже наоборот хорошо. Что чуть-чуть не сделали осечку в отборочном этапе с Германией. Поэтому, наоборот, у ребят, может быть, как раз психологически, я думаю, сыграет в обратную сторону. И с Германией они уже более собранными выйдут. Потому что Германия первую игру проиграла Белоруссии. И мы все сидели, смотрели. Немцы ничего не показали. А в игре с Россией они раскрылись в совершенно другом качестве. Поэтому, может быть, наоборот. Ну, мы выиграли 5-2. Потом нужно было чуть-чуть скоростя поубавить. И закончить игру с большей разницей. Но чуть-чуть как бы проваливали центр. И поэтому нам на контратаке позабивали голы. Каждую сборную нужно уважать. Каждой сборной нужно готовиться. Я думаю, что мы завтра дадим бой. Покажем отличную игру. Завтра все будет видно. Ну, будем побеждать. У нас другого выбора нет. Будем стараться. Будем биться. Я всегда говорю, что, ребята, завтра осталось 2 дня чемпионата Европы. Послезавтра уже игр не будет. Поэтому на 2 дня надо про все забыть. И думать только об игре. Думать только об игре. Естественно, только о победе. Страха никакого нет. В общем, собираюсь завтрашнюю игру провести под лозунгом «Делай, что должен, и будь, что будет». Вот так вот. День полуфинала стартовал с игры юниоров. Это первый официальный чемпионат Европы по мантаболу среди юношей. Российские спортсмены, как и их взрослые товарищи, отлично прошли групповой отбор. С отборочными играми прошли здорово, сыгрались. Молодцы. Молодцы, что сказать. Все борются, все дружно. Все за Россию. Все только вперед. Всего лишь 4 команды участвовали в юношеском первенстве. Россия, Беларусь, Франция и Германия. Но легко не было никому. Все юные спортсмены были настроены на победу, особенно в полуфиналах. «А вы здесь в троем, у нас раз, и там стоят три француза, и один раз защитник. Ребята, ну хоть посмотрите, куда вы летите толпой». Среди участников юношеской сборной были ребята из видновского металлурга. «Из металлурга представляют три мальчика наших – Коржанов, Яков, Толкачев Максим и Гусарев Тимофей. Они выиграли чемпионат России юношеский и их взяли в сборную». С совместными усилиями сборная, представленная юношами из нескольких российских мотобольных клубов, одолела соперников, выиграв у команды Франции 4-0. Сразу после них встретились полуфиналисты взрослого чемпионата. И здесь уже команда Франции праздновала триумф, обыграв белорусских спортсменов со счетом 3-2. Этот день также запомнится присутствовавшим на стадионе еще одним очень ярким событием. Российская Федерация мотобола предложила, а потом и осуществила чествование ветеранов мотобола. Спортсменов, посвятивших этому виду спорта часть своей жизни, пригласили на поле, где перед полными трибунами болельщиков еще раз громко объявили их имена. «Говорят, что без истории нет будущего и настоящего страны. Вот так и в мотоболе. Без истории мотобола, без людей, которые ее делали, которые принесли славу мотоболу России, которые отдали свое мастерство, свое здоровье, свой опыт в этом виде спорта. И я выражаю огромную благодарность за это и желаю всего самого доброго будущего». Дорогие ветераны, спасибо, что вы приехали. Спасибо вам за то, что вы сделали для нашего мотобола. Здоровья вам, счастья, благополучия. «Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонки и дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонки и дать имена». «То, что ветеранов – это федерация российского мотобола, значит, уделила огромное внимание, потому что ветераны – это наше прошлое, это наше будущее, так как они еще живы, показывают, воспитывают молодежь некоторые из них и являются образцом и прикладением для всех тех, кто еще играет в мотобол. Я думаю, те, кто и будут играть, надо это воплощать, как вот было именно сегодня». «Хочу поблагодарить Василия Григорьевича, что он пригласил всех ветеранов, наградил и все вспомнили наших заслуженных людей. Я думаю, что этот день всем запомнится». «Мне кажется, эта идея должна была быть придумана намного раньше и стать традиционным, потому что у нас достойны ветераны, и, наверное, таких ветеранов, как у нас, заслуженных нет в мире. Поэтому я, когда в Мосина Валерия Александровича принял вот эту должность, я сразу сказал, что обязательно этих людей надо чествовать, отмечать, помогать». Полуфинал России-Германия. Время периодов по регламенту увеличено до 20 минут. Судят в поле французские арбитры, набровки – белорусские. Звучат национальные гимны команд. «Дать отпор немецкой сборной намерены игроки основы – Сосницкий, Гусев, Крошка и Крештопа. В воротах Алексей Семенов. В первые минуты матча именно он и выручает. Затем проходит несколько двухсторонних атак, немцы попадают в штангу, а вот россияне – в ворота. Судьи этот гол не засчитывают, поэтому Владимиру Сосницкому пришлось его повторить. На 14-й минуте матча команда производит розыгрыш. Штраф нова – и счет, наконец-то, открыт. Период подходит к концу, но судьи затягивают время, дают пробить штрафной в наши ворота, который отбивает Алексей. Второй период стал более плодотворным. Сначала с игры забивает Иван Крештопа, хитро протиснувшись к воротам соперника. Затем Сергей Крошко с короткого паса в розыгрыше 16-метрового удара. Немцы фалят, получают удаление, а Иван, воспользовавшись численным преимуществом, забивает очередной мяч. Следующие зеленые карты уже обоюдные. От нас оштрафованы Антон Гусев. Играют трое на трое, и спортсменам Германии удается распечатать российские ворота. Нельзя мяч терять. Они же, в принципе, судьи делают специально. Вроде как они удаляют его, а в то же время мяч забирают. В начале третьего периода со штрафного пробивает Сергей Крошко. Счет уже 5-1. Затем опять получает зеленую карточку и удаление на две минуты Антон Гусев. Следующее наказание – это уже желтая карта и, соответственно, удаление на пять минут. Поэтому принято логичное решение о замене. На место Антона выезжает Роман Дицина. Он и становится автором шестого гола. Имея такое преимущество, на поле в четвертом периоде выезжает, оттачивает свое мастерство второй состав российской команды. Забивает еще один гол Роман. Затем еще один. Но неудачно падает во вратарскую зону. Хоть это и происходит после того, как мяч оказывается в воротах, судьи не засчитывают этот результативный удар. Таких спорных моментов и незасчитанных мячей в этой игре уже два. А на подходе пробитие пенальти в наши ворота. Их защищает молодой вратарь Алексей Молодушка. Но он предугадывает движение игрока и отбивает мяч. Честно, был уверен почему-то, что игрок ударит именно в этот угол. Может быть и везение, и все-все мне помогло. И уверенность в себе, наверное. Я был уверен, что он туда ударит. Просто я шел туда вот с уверенностью и все. Я отбил его. Во время следующей атаки Алексей пропускает мяч и травмирует руку. Потянул чуть-чуть в локте мышцы. Ну, благодаря заморозке заморозили. И все, все обошлось, слава богу. Однако эта травма сказывается уже к следующему пробитию 11-метрового удара. Я просто перед этим чуть-чуть ударился рукой, потянул руку. Я просто, мне было больно правую поднять, а левой одну не смог. Как бы вот так. А так, я думаю, второй бы отбил. Кстати, пенальти зарабатывает Николай Облаб. Он еще получает и красную карточку. Так что россияне до конца игры остаются в меньшинстве. Здесь же как бы немножко по-другому судят судьи, пожестче. Это у нас в России мы привыкли друг друга сбивать, убивать. И у нас судьи так не судят грубо и жестко. Но я считаю, что он умышленно сам шел на это нарушение. Ну, где-то, может, и Николая была вина. Где-то, может, и немецкого игрока была вина. Но я считаю, что не тянуло там на красную карточку. Ну, желтая максимум. Разрыв сокращается, но время не на стороне сборной Германии. Табло отчитывает последние секунды. Матч заканчивается со счетом 7-3. Я думаю, да. Честно, думаю, доволен я с собой. Наконец-то. Ну, серьезная команда. Тяжело войти. С такой командой тяжело войти. Но я думаю, у меня получилось. Может, где-то чуть-чуть переживал. Но потом поеду их Алваня, Крештабарит, Леш, давай. Ну, как сказала мне. Не накручивайся, не переживай. Расслабься и все получится. И у нас получилось, я думаю. Пропустили два. Ну, один рикошет, один пенальти. Игра как бы тяжелая, но уже знакомая. Мы к ней подходили, готовили, разбирали. Мы ту игру немножко, ну, не проиграли, а как бы сдали центр. Мы отдали центр, поэтому много было контратак. Мы проигрывали. А сейчас все разобрали. Как бы сегодня было немножко проще играть с ними. Конечно, это полуфинал. Здесь нельзя ступиться. К любому у нас из наших игроков тяжело. Потому что в групповом этапе проиграл ты, либо выиграл, ничего страшного. А здесь ты проиграл все, вылетаешь. А наша сборная борется за золотые награды. Поэтому очень сложно было сегодня. Но как бы ни было сложно, верным остается одно высказывание. Сборная России борется только за золото. И настроена только на победу. Пощады не будет никому. Будем брать жестко. Заключительный день чемпионата начался с финальной игры юношей. Россияне встретились с юниорами из Германии. Ребята проявили мастерство и счетом доказали свое превосходство. 5-1 и золотые медали у юношеской сборной Российской Федерации. Далее на поле вышли команды Белоруссии и Германии. Трибуны были удивлены количеством забитых мячей. Пока это самый крупный счет на этом чемпионате Европы. 13-1. Именно так сыграли наши со сборной командой Литвы. Ну а здесь в матче за 3-4 место немецкая команда умудрилась установить пока рекорд 32-го чемпионата. В борьбе за 3-е место немецкие спортсмены разгромили белорусов. Матч закончился с итоговым счетом 14-2. Трибуны наполнились еще с утра. Болельщики внимательно следили сначала за юношеской сборной, затем с любопытством посмотрели игру за 3-е место, поддержать спортсменов. Приехали и видновчане. Среди наших болельщиков были и родственники метаболистов, и ярые поклонники видновской метабольной команды «Металлург». И все ждали главного матча. Командию бросаем в радио лошадь? Лошадь! Во время представления игроков российской сборной комментаторы дошли до метаболиста под номером 4 и остановились. Номер 4-й. Геннадий Митц. Дорогие друзья, Геннадий Митц – заслуженный мастер спорта России. Командия Миталлург гордо видна с 95-го года. В ее составе 19 раз становился чемпионом России. В 18 раз выигрывал кубок России. С 98-го года в сборной команде. 12-кратный чемпион Европы. Сегодня его последний день составит сборная команда России. Геннадий Митц принял непростое для себя решение. Этот 32-й чемпионат Европы станет для него завершающим карьеру в составе сборной команды России. 20 лет он защищал цвета российского триколора. И вот пришло время передать эстафету молодежи. Но сегодня надо дать последний решающий бой. Итак, мяч в игре и пошел обратный отчет времени финального матча. Чувствуется давление российских спортсменов. Есть атаки, но пока не получается пробить защиту французской сборной. И постепенно игра начинает вязнуть. Да еще и судьи из Германии, хоть и не явно, но помогают мотоболистам из Франции. То мяч отберут, то 16 метров поставят. Однако Ивана Крештопе удается прорваться и распечатать ворота соперника. Тут же на контратаке французы добираются и до наших ворот. Но Алексей Семенов не дремлет. И со счетом 1-0 спортсмены уходят на перерыв. Не тратите на перерыв. Французы грамотно разобрали наших игроков во втором периоде. И пока держат оборону. Но вот нашел ударную позицию Иван Крештопа. И счет уже 2-0. А затем гол от Антона Гусева. И под конец периода отличился Сергей Крошко. Хороший задел, но впереди еще половина матча. В третьей 20-ти минутке 16 метров результативно пробил поворотом представитель Ставропольского мотобола Сергей Крошко. Этот пятый мяч стал последним. В этой игре больше никто забить не смог. Ни второй состав россиян, ни французские мотоболисты. Но в этом еще и заслуга вратаря российской сборной Алексея Семенова, который отстоял весь матч на сухую. Я так рад. Мне так хотелось этот финал на ноль отыграть. Я просто ждал свистка уже финального. Я просто считаю, что финал на сухой, это на пик карьеры уже можно сказать. Я очень рад, честно. Я хочу прыгать, не знаю, все что угодно делать, я жутко рад. В финале, да, я не припомню, чтобы сухой был счет. Но Алексей Семенов стоял на сражий ворот на 5 с плюсом. Ой, конечно же, радость. Это незабываемое впечатление. Это класс. Пускай сегодня не поиграл, болит рука после вчерашнего. Но ребята молодцы. Эмоции переполняют, потому что для меня это юбилейная десятая победа в чемпионате Европы. Мы сыграли очень комбинационно с командой. Все ребята довольны. Эмоции зашкаливают. Очень все сложилось, как я задумывал, как мы задумывали командой. Все отработали на 5 с плюсом. Спасибо команде, тренерскому штабу за то, что все так поставили, все сработало. Все хорошо, в общем. На каждый чемпионат мы всегда настраиваемся, работаем. Вот работа вся видна на этом чемпионате Европы. Чемпионат непростой. Все хотят всегда первое место. И все всегда хотят победить Россию. Я говорил, что у нас есть домашние заготовки. Мы их использовали. Счет на табло 5-0. Россия чемпион! Мы выиграли. Мы чемпионы. Ура! В очередной раз доказали, что лучший. И как бы хочется выделиться основной состав, который играл первые три периода. Вообще молодцы. Забили много голов, дали нам поиграть. Как бы очень рад. Каждый раз, как первый, можно так даже сказать. Это вообще эмоции так переполняет. Тем более при таких болельщиках, столько болельщиков аплодируют. Голова кружится просто. Просто нет слов. К этой напряженной борьбе, вот к зрителям, к победам трудно привыкнуть. Потому что каждый чемпионат до последнего момента, вот такая, как даже не знаю, как это слово подобрать. Верх эмоционального состояния. Радость переполняет. Эмоции плыщут. Даже словами не могу передать. Ну, я до конца сейчас это все не понимаю. С одной стороны праздник, с одной стороны непонятные ощущения. Конечно, неохота уходить с такого коллектива. 20 лет сборной это... Я только могу ребятам пожелать передать эстафету. Я знаю, что команда остается в надежных руках. Ребята, молодежь подросла отлично. Могу пожелать только побед и достичь таких же высот, как я. 20 лет сборной. И теперь уже 14-кратный чемпионат Европы. Это просто катастрофа. А что произошло, я завтра пойму уже утром. Геннадию хочу пожелать дальнейшего, чтобы у него все сложилось. Я думаю, чтобы спортивного русла перешло в тренерское русло. Я просто хвалю сборную команду России, которая в 25-й раз стала чемпионом Европы. А выделять кого-либо из команды, тем более на поле всего 4 человека. Потому что в футболе, когда их ходили, сможет кого-то выделить. А у нас работает команда. И цель одна у всех, кто находится на поле. Я думаю, что все 100% ребята справились. У нас было два равноценных состава. Выпускали в каждой игре, даже в финальной игре выпустили второй состав. И они сыграли великолепно. Поэтому, я думаю, у нас великолепное будущее в этом виде спорта. Как в хоккее поется великолепная пятерка и вратарь. Но у нас великолепная четверка и вратарь. Потому что ребята молодцы, они друг за друга, все вместе. И поэтому есть результаты. На церемонии закрытия лучшим игроком турнира был назван капитан сборной команды России Владимир Сосницкий. Он же и получал европейский кубок. Спасибо нашим болельщикам за хорошую поддержку. Лучше у нас нет. Выбежали три кубка. Россия! Кубок чемпионата Европы с этого года становится переходящим. Жалко, что он не был таким первоначально. Ведь российская команда из 32 чемпионатов Европы 25 раз становилась победителем. Как и сегодня, у себя на родине, во Владимирской губернии, в славном городе Коврове. Всем причастным к этой победе огромное спасибо. Большое спасибо хочу сказать болельщикам. Особенно большое спасибо своим игрокам, своей команде сборной России, которые воплотили все труды, все мои старания. Они воплотили в эту игру сегодня без ошибок. Все сделали. И вот так вот раз в год. Это самый большой праздник у меня раз в году. Потом Новый год, День рождения. Большое спасибо организаторам соревнований. Большое спасибо болельщикам. Поддержка была просто суперская на уровне. Большое всем спасибо. Привет маме и папе. Я вас люблю. Благодарю всех зрителей, руководство команды. То, что поверили в меня, что взяли в сборную. Я надеюсь, я оправдал их надежды. Семье хочу привет передать огромный. И всем болельщикам. Всей России. Мы очень счастливы, что такое количество людей пришло поддержать именно нас. Эмоции зашкаливают, правда. Слов много не могу сказать. Хочу поздравить всю страну, руководство, тренеров, друзей, коллег по команде, вас, болельщиков. Спасибо, что вы с нами разделяете эту победу. Россия чемпион. Во-первых, конечно, зрительская поддержка была колоссальная. Играть при таких трибунах – это истинное удовольствие. Это азарт, это эмоции. Поэтому наполовину это победа, безусловно, болельщиков в городе Коврово. Спасибо им огромное за то, что они пришли на трибуны. Ну и безусловно, привет хочу передать своей семье, жене Людасеньке, маме. Они сейчас смотрят прямой эфир, я думаю. И огромный привет своему другу, очень хочу передать Евгению Фролову, который мы с детства вместе в спорте, он много для меня очень сделал. Привет городу Ипатово, болельщикам нашим, родным. Мы с вами всегда, и вы с нами. Что? Давай. Родителям, конечно, привет. Хотя они и здесь, но все равно спасибо им большое, что воспитали меня таким. Мама хотела очень приехать, но у нее не получилось. Она работа, ее не отпустили. Но она очень хотела приехать на чемпионат Европы. Маме посвящаю, конечно, победу. А вот стоят мои две девочки. Родителям, родителям, жене, всем своим родственникам. Ну, все детям. Всем поздравления, всем знакомым. Всем Германия, Россия, Украина. Но сейчас всех перечислять не хватит времени. Ну, в первую очередь, конечно, родным и близким. Потом всем остальным, в том числе болельщикам. Потому что такой поддержки мы не видели ни разу в жизни, наверное. Благодарность у нас одна нашему Ленинскому району, потому что команда, команда Металурка, она базовая команда, сборная команды была СССР и России. Поэтому, естественно, если бы не было понимания в районе, не было бы поддержки и моральной, и материальной, конечно, бы таких результатов не было. Это уж точно. И особенно, когда первые лица поддерживают, это вдвое неприятно. Субтитры создавал DimaTorzok